Сергей Анатольевич, ну не просто говорить после такого матча. Были моменты, хорошо начали, но вот, наверное, не хватило быстрого гола, чтобы переломить игру, у игроков была бы уверенность. Скорее всего, наверное, этого и не хватило. Ну, в целом, ваше мнение сегодня по игре? Ну, вы, наверное, все видели. Прекрасную игру команда отдала много сил, играла и забили даже при пропущенном мяче за чистый мяч, чистейший. Я не знаю, что делать сейчас, результат не вернешь. Самодача прекрасная была. Да, то, что мы не забили вначале, может быть, где-то, как всегда, ну, это индивидуальное мастерство наших футболистов, это всех футболистов. Плюс еще, может быть, желание забить быстрый мяч и добиться положительного результата в какой-то степени, может быть, сказалось. Ну, вы видели, что на протяжении двух таймов можно взять статистику, посмотреть, сколько ударов произвели по воротам и создали моменты Николаев. И мы в начале первого тайма у них был прострел, там, как бы, такой полумоментик. Ну, и там где-то еще можно уже посмотреть по моменту в первом тайме, когда был выход один в один, когда Рома Донкович выручил. Все. Больше я не видел, и, наверное, никто не может ничего сказать и упрекнуть футболистов, что они не отдавались и не хотели победить. Ну, вы видите, один момент решил такой, даже не момент, они ничего не заздали, выбивал игрок наш мяч, не выбил туда, куда нужно, там какая-то срезка была. Ну, мы еще не видели этот момент, разберем его. А так, конечно, потеряли мы дома три очка, сто процентов, и упрекнуть своих футболистов самоотдача, я думаю, что нет смысла. Будем продолжать дальше, увидите, какие результаты. Днепр проиграл 3-1 дома на Болоне, Рух так же само проигрывает дома, не знаю, как они закончили. Было 3-1, 3-2 сказали, передали, ну, как в конце, не знаю, просто такие результаты. Вы видите, что каждая игра меняет очень много. Будем стремиться, сейчас у нас выезд в Рух, я думаю, что очень серьезная будет игра там. Тактические перестроения, да, вот были перед матчем, Батюшин на месте защитника играл, Шевчук был так в середине, вот как оцениваете эти перестановки, в связи с чем это было? Ну, в связи с тем, что мы должны искать оптимальный вариант, тот, который состава, вы видите, сколько пропускаем. Если у нас в Ковалевке защитники на пароле такое, что мы пропустили пять мячей, там мы пропустили, ну, ищем теперь. Вы видите, добавился этот гончар с правой стороны, сейчас бороздки выздоравливают. Вот я думаю, сейчас Батюшина будем ставить, пока на данный момент, по сегодняшней игре, по тому, как все происходило. Я думаю, что он сыграл, кроме вот этого выхода один в один, где там момент был, надо посмотреть, не будем его еще, как говорится, разбирать, пока не увидим картинку, которая была. А так, в принципе, вы увидели Шевчука, вверху все выиграл, как бы через него строилась игра, добавили вперед, хотелось бы, то, что Фаюк заработал и в Ковалевке пенальти, и здесь, когда играли с Ивано-Франковским, забил мяч, и дали парню шанс, чтобы он показал. Ну, немножко, конечно, нападение нас беспокоит, вы сами видите, тут не надо скрывать, и все видят, и зрители по Сикорскому. Я думаю, что, ну, должен где-то стрельнуть, где-то должен, как же, нападающий, и сколько ему создают моментов, и это где-то не может еще, как говорится, найти себя в такой ситуации. Ну, я думаю, что придет результат, не за горами, я думаю, что даже выезд в Трух уже принесет нам победу, тут долгожданную на выезде, даже, почему? Потому что, ну, ребята сами сейчас сидели в раздевалке, поблагодарил, сидят панеры, нервничают, почему? Потому что, как дома забрать чистейший мяч? Пять метров вообще никого не было. Когда он получал мяч, забивает, а как бы дальнейшая судьба сложилась, ну, уже ничейный результат был бы, уже очков было бы, как это. А я думаю, что при такой игре, при таком давлении на соперника могли забить и второй мяч. Могли бы забить, и это, может, подтвердило, может, даже в конце, тот, который момент был на Женя Лозовой, спину толкнул, чистейший пенальти не дал. Ну, ну, что мы можем сделать? Ну, ну... В Винниках теперь настоящая будет битва, да, с Рухом, потому что и та команда не идет. Ну, просто, именно правильно, битва будет такая, что за... Потому что вы понимаете, что у них там твоих проблемы. У нас свое мы играем, показываем игру. Да, вот сегодня показательный, как бы говорится, это может быть, дай бог, что такая линия защиты, или не эта, немножко сегодня получше играла, чем у нас было это. Ну, просто взяли и убили сегодня команду. Просто убили команду. Если кто-то может это самое, пожалуйста, возьмите, покажите им этот момент, когда забивал Китча, чистый мяч. При передаче пять метров, судья непонятно, где стоял, как он определял, что он был в ней игре. Ну, это же вообще, ну, это нонсенс. Это нонсенс. Какой дальнейший график команды? Завтра у нас праздник, вы знаете, но все зависит от погоды. Завтра день клуба, и все футболисты в 9 часов утра собираются здесь на стадионе с детками, будет проводиться. Это дадим выходной, и во вторник у нас уже сбор в час дня, в час 15. Здесь на стадионе приезжает комиссия с Киева по вопросам игр договорных, вот этих, еще какие-то там фаерплеи. И все должны присутствовать, потому что они едут в несколько городов, в несколько команд, будут проводить. И будем готовиться, будет тренировка, собрание пройдет, 2 часа, и сразу же после собрания будет тренировка. Почему? Потому что, да, перенесли игру, мы 23-го числа играем, ну, завтра и послезавтра такой полувыходной получается 2 дня, 2 дня, полтора дня. Почему? Потому что, ну, ребята, они были давно дома, и мы как бы посмотрели, что сутки ездим поехать. Но во вторник все будут, почему? Потому что там серьезные мероприятия от Федерации футбола, так что нам нужно ехать. Спасибо за комментарии, желаем удачи.